ну еще раз добрый вечер друзья к сожалению сегодня у меня не получилось выйти в трансляцию с группы батюшки онлайн с проекта но ничего страшного отвечу на несколько вопросов здесь я думаю что будет не так их много может вообще не будет но отвечу на те вопросы которые мне задавали вообще в течение недели интересные достаточно вопросы но один из вопросов насколько должна быть молитва непрестанной как часто нужно молиться и нужно ли вообще молиться ну давайте наверно с это начнем ну и следующий вопрос будет немножко пересекаться с этим первым вопросом насколько мы стрим материальный ну вообще как мы молимся мы молимся утром когда проснулись после ванн ванной наших всех там зубы почистим подобно мы становимся на молитву бодро благоразумно читаем утренние правила когда в течение дня мы если в храм не идем то можем кратенько читать молитву иисусова есть принципе молитвы в течение дня которые читаются ну и когда день прошел мы читаем молитвы на сон грядущий у каждого православного человека есть какое-то еще правило которое ему духовник батюшка благословляет который он читает дополнительно допустим какие-то акафисты каноны там канон покаянный ну по-разному бывает если человек готовится к причастию то он читает каноны самый главный канон перед причастием это последовательному причащению после того как поиспо причастился уже воскресный день или это какой-то как бы другой день праздничный или будничный когда есть литургия то мы читаем уж потом благодарственные молитвы но вот вопрос насколько материализуется наша мысль это очень хороший интересный вопрос не так давно я выкладывал делился ссылкой на одного профессора который доказал что мысли наши материализуется и тем самым еще доказал бытие божие с научной точки зрения проверок многие теоремы и гипотезы физиков химиков и тому подобное но очень много к скажем так научного мира поколебалась относительно его изыскание вот поэтому как ни парадоксально мысль на самом деле даже наши материализуется почему потому что мы образ и подобие божие но опять-таки господь всего чего попросите вот самое во имя матом и я дам то есть во первых молитвенно мы обращаемся мы мысли в первую очередь чаще всего обращаемся богу к богородице святым мыслью то есть а мысль наша материальный господь нам отвечает другое дело программируем или себя и на что-то однозначно ставят цель мы цель ставим в опять-таки мысленно и идем к ней достигая ее чаще всего успешно если мы не лентяй и прилагают также молитвенные труды к своим к своей цели как апостол павел говорит все нам дозволено что нами не обладает то есть не по головам значит какой еще интересный вопрос мне задали на этой неделе вообще конечно эта неделя она у нас большей степени связана с учебой с подготовкой к учебе молебни по храмам проходили перед учебой ну нужно пожелать родителям терпения смирения вместе с детками начнете учиться заново ну я том числе вот ну и деточкам нашим в разумление милости божьей так вот вопрос написала наталья почему я сильно плачу в церкви спасибо господи за вопрос надо конечно двояко ответить на этот вопрос с с другой стороны это хорошо почему прошу некоторые молятся о слезах покаяния чтобы господь им даровал и чаще всего наша душа сокрушается поэтому мы и молимся молясь плачем храме с другой стороны почему плачем ну чаще всего можно еще ответить может ну это редкий конечно момента но тем не менее он тоже присутствует это какая-то аллергия ну это один процент на миллион скажем так ну бывает такая на хвойные какие-то ладана и вот слезы ну как бы аллергические такие но это я с этим сталкивался за 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 девять лет один раз всего и то когда мне прихожаночка сказала что вот и конкретным ладом когда вы ходите вот у меня начинается как такая аллергия но это хвойный это чистая смола ну не знаю был такой случай поменял лада она замечательно себя чувствовала и не кашляла и тому подобное ну а чаще всего конечно это же о душевном таком состоянии плачем о своих грехах вот но если есть следующий вопрос с радостью отвечу на них задавайте вот ну давайте пока вы пишете я отвечу на другой вспомню другой вопрос который мне задавали и позвольте я чуть-чуть все таки камеру еще под настроем немножко подальше сделаю но так немножко подальше так добрый вечер а я верка не грех ли мне ходить церковь давайте раз уже задали другой вопрос будем более актуально отвечать значит ну во первых если вы староверков греха в этом нету давайте вспомним что и александр невский был старовер и сергий рады неске скажем так старообрядцы и тому подобное но проходить православный храм вам не грех потому что и те и в наши на временного обряд так называемые они исповедуют троицу другое дело что крестимся мы другим образом но есть конечно определенные различия но отрадно если вы ходите в православный храм другое дело относительно исподи и причастие насколько вот в этом плане вы можете это делать ну и у меня маленькая просьба слышно ли меня хорошо напишите пожалуйста слышно не слышно вот поэтому ничего страшного нету если вы входите в православный храм это очень хорошо отрадно я думаю господь все равно увидит ваши старания молитвы примета ваше усердие молитвенное для вашей души вот ну давайте еще вопросы на сегодня наш эфир будет не длительным еще раз повторюсь я должен был выйти с группы батюшки онлайн есть такой замечательный проект в котором на данный момент состою долго недолго господь управит но тем не менее вот надеюсь отвечу на еще ряд ваших вопросов еще на 10-15 минут и будем завершать наш эфир вижу что кто-то пишет другой вопрос пока пишет давайте я все-таки вспомню еще вопрос значит задавали мне вопрос относительно молодежь когда я был в агроколледже мне задали вопрос батюшка я православный христианин ну вот вместо крестика сделал татуировку небольшую на груди видео православного креста чтобы как бы есть крест на мне нету как бы порвалась цепочка еще можно и это делать или нет но вообще татуировки это отдельная целая тема у меня есть видео на ю тубе по поводу татуировок на канале ну надо сказать что татуировки вообще запрещены богом еще ветхом завете в книге левит он говорит что не заображайте на себе никак никакого изображения никакого повреждения то есть татуировки и шрамирования поэтому если бы у нас были какие-то гонения как вот у коптов то это один вопрос в сирии там за христа убивают то это один вопрос это исповеднический момент а когда сегодня здесь в россии все спокойно и слава тебе господи то я думаю это не совсем актуально и даже в коей-то мере немножко лукаво так ну вот написали вопросы здравствуйте батюшка можно ли быть бить человека если он сам напрашивается и как об этом рассказать на исповеди убить никого конечно не надо господь отменил указа указу зуб но если это в плане обороны самообороны или защиты кого-то то конечно нужно заступиться как за себя так и за другого человека то есть править такой миротворческий момент но постараться конечно сначала решить это дипломатично все-таки мы люди они они все-таки в руку прикладством занимаюсь так а если я старая верка а муж нет можно ли венчаться ну скажем так во первых вы венчаетесь русской православной церкви и уже скажем так есть определенного различия как и в какой-то мере внешняя и как крестимся есть поэтому я думаю тут венчание должно быть полностью православным чином таинства все-таки я думаю тут уже в любом случае батюшка который будет венчать вас он в любом случае я думаю скажет что вы должны все-таки принять православие стать новообрячеством там как бы небольшой такой переход но в любом случае я думаю если вы хотите быть малой церкви и венчаться в русско-православной церкви я думаю нужно сделать как положено а не так я и тому и сему надо быть открытой и честной в первую очередь для богом потом для своей совести ну и для всех остальных так далее здравствуйте почему болит душа как и излечить какие читать молитв болит душа как мы с вами понимаем грехов наших тяготится этим а вот относительно как излечить первую очередь это покаяние покаяние это врачебница души и на таинстве исповеди мы мы говорим господу вот у господи мои грехи такие я в них каюсь хочу исправиться при свидетельстве священники священник еще поддержит вашем покаянии ну и конечно скажет вашей конкретной ситуации что вам почитать молитвенное правило какое но вообще и чаще всего это канон покаянный там индивидуально конечно относительно вашей конкретной ситуации душа о чем ваша душа болит но потом уже естественно мы подкрепляемся причастием выше причастия ничего нет так а почему вы батюшка онлайн вышли я избавил нет я из батюшка онлайн не вышел там по каким-то техническим причинам я так понимаю что я не один вышли не вышли а ограничили доступ на трансляции поэтому я думаю это технический момент исправится если получится но следующая в субботу воскресенье вряд ли выйду в эфир потому что я буду в отъезде но в любом случае зайдете на канал youtube который мы с вами развиваем там будет сегодня завтра выложим новое видео относительно 1 сентября вместе с бачка блогером я думаю вам понравится конечно но разнопланы где-то очень радостно где-то грустно потому что там а дети обе сладо будет видео том числе на студентах ну такое разноплановое видео я думаю вам понравится вот как канал называется я подпишусь если мы о батюшке онлайна так и называется есть а youtube канале то канал называется православный youtube канал боголюб вот или же можно найти священник константин мальцев если в поисковике и так и так забивать принципе на него можно выйти я стараюсь чаще всего снимать видео ну вот эти же трансляции выкладывать которые мы сейчас с вами находимся вот ну и также какие-то сюжеты делать которые вам интересны которые вы пишете вот так вот ну давайте еще вопросы у нас минут десять осталось до конца эфира если есть какие-то вопросы с радостью отвечу на них ладно пока вы пишите думать какие вопросы хотите задать вам жалко жарко летом на службе ну вообще жарко во первых не во всех храмах есть кондиционер который кондиционер стоит в нашем храме где я служу я больше его на поставил для людей в алтаре не так много прохлады заходит но вы так такая такой подвиг скажем так определенный когда ты думаешь не о себе о службе о людях которые у тебя за спиной стоят вы знаете я был свидетелем архиерея одного который служил еще когда папа был молодой священник это владыки где он почивший и с него буквально там ручьями шел пот и полотенце за полотенце меняли но это не как на священнике одета облачение там побольше ну что делать это вот наш крест а вас продаются кольца спасись храни если дату сколько не стоит честно говоря ну наверное есть сколько стоит нет я вам честно признаюсь я стараюсь финансовую сторону меньше вникать сколько пожертвования там за какую-то утарь сколько с пожаре за пожертвования за какую-то требу я просто к сожалению знаю тех батюшек который пришли служить богу людям а к сожалению оступились на этом грехе вот этой меркательности поэтому я не хочу сильно вникать финансовую сторону я понимаю что без нее храм не может существовать но сколько стоит я не знаю вам выдали крест ну вообще вопрос это не глупые хорошие вопросы простые и просто там ангелов с моста как ситуации говорят которые на мне сейчас скорее желтый это наградной крест уже наградили то патриарша уже награда патриарха вот вообще как бы когда кому выдают кто приобретает награждает им но не у всех есть возможность но по-разному бывает вот первый крест как бы чаще всего награждать когда дают его дарят добрый вечер вы с ленинградской да я с ленинградской я служу в ленинградской как бы здесь на данный момент где завтра уже будут служить как господь управит но вообще бы как воеду куда пошлю то вы служи вот я прошу прощения подвисал сколько сложно ли быть панамарем ну первое время конечно сложно это очень ответственный момент ты должен уже быстро ориентироваться в службе когда нужно к отдела когда какое действие происходит ну панамаре то конечно тоже непростое послушание потому что вообще послушание но всегда нелегко ну любой деятельности то ли это работа то ли это служение богу потому что и кто-то на тобой есть и кому-то нужно уступить с кем-то нужно договориться в этом самом всем главное это смирение а смирение к сожалению у нас не всегда бывает и не всегда и будем а если есть у нее достаточном количестве поэтому к сожалению панамарю отвечая на вопрос тоже не всегда бывает и батюшка наругается чего так долго или еще чего-то но тем не менее все оттачивается всяк талат умножается ну давайте еще несколько хотя бы вопросов или я отвечу на вопрос который мне задавали еще там один-два вообще вопросов очень много за это слатья господи потому что на тетет и замечательное выражение душа по своей природе христианка поэтому она постоянно так вопрошающие к богообщению к каким-то духовным вопросам но ты не всегда ты находишь на них ответы почему и вот в интернете начинаешь общаться пошел вот не все готовы подойти и вот задать напрямую вопросы и потому что где-то стыдно где-то еще какая-то причина но тем не менее это нужно очень важно нужно давайте все таки еще несколько вопросов можно матрону называть матронушкой не будет ли это фамильярничеством тут я думаю не будет почему потому что он давайте примеры да есть царица небесная есть матерь божия а есть матушка заступница земли русской и так может я думаю здесь не будет тут опять-таки от сердца все-таки с любовью глубокой благовением обращаемся и просим чтобы матронушка именно как детскую нашу в том числе молитву услышала и приняла так дальше дальше обязательно батюшки брать жену тоже и семинарии да нет конечно это редкость вообще когда из семинарии берут с регенских курсов там или иконописных курсов это скажем так процентов 10-20 когда вообще берут из так чаще всего с мира или но я вам скажу так что к семинарии многие девушки приходят чтобы познакомиться с семинаристом а даже потом за ним замуж выйти объясню почему по двум причинам во первых семинарии чаще всего находятся близ храма или на территории храма девочки верующие приходя в храм том числе и видят семинаристов второй момент нужно сказать что семинарист это будущий священник перспективно хотя не факта может и по-разному быть и семинарист чаще всего не пьет не курит матом не ругается очень достойно воспитанный уже грамотно я вам сказал скажу что чаще всего семинаристы поступают уже умные даже не с первым образованием поступает как бывает не всегда после школы уже после какого-то среднего образования поступают семинарию вот ну допустим как я поступил даже не после одного и естественно девочки хотят достойного мужа видеть для себя поэтому приходят сами к себе к семинарии и порой общаются знакомятся вот такая бывает ситуации далее добрый вечер батюшка у меня вопрос если чего люди надо же написали люди люди а исповедовались и причащались можем немнем ну к загрешили что делать загрешили да но как тут сказать немножко или немножко скажем так что святой николай чудо-турец говорит что мы в день согрешаем более шести ста грехов ножка или немножко мы вообще должны каждый месяц поэте причащаться если духовник батюшка которого с вами часто общается говорит что нужна больше значит нужно больше по для вашей души как бы более в духовную как бы знает как вам лучше так сейчас я посмотрю добрый так дальше а что на вас одеться подрясник это церковная одежда который символизирует вот в духовном плане как говорят майку нижнее белье ряса вот которая такая распаха на чаще все это уже верхняя одежда это церковная одежда одним словом подрясник доброй ночи доброй ночи здравствуйте можно на вопрос если человек проклят проклят другого человека это проводит тому на кого это сказал а повредит повредит но вообще конечно проклятие страшные вещи в первую очередь для того кто проклинает почему потому что он себя в первую очередь оскверняет вот сквернословие да почему сквернословие скверное слово проклятие это еще хуже если скверословие святые отцы называют это молитва лукавому то проклятие это уже такое клеймо в первую очередь на себя как то это вот проклинает но относительно кого проклинают конечно тут тоже все в промысле божий не нам за него решать может господь конечно и попустить если человек не верующий не исповедь не прещается то в этой ситуации может все что угодно к нему прилипнуть потому что по факту все это есть да можно ли бачкам носить кольца носить бачки не носят кольца потому что они венчаются с престолом и кольцо они кладут на престол как в первую очередь верность богу потом уже супруга дети и все остальное поэтому бачки колец не носят просто мне сказали что я не сказали я теперь переживаю но не переживайте молитесь в таких ситуациях молятся киприану и мученицу устине можно читать молитву до воскреснет бог псалом и конечно исповеди причащаться тогда ничего не прилипнет так это сделали вчера мы до сегодня скоро забрала ну могло быть в принципе как попущение больше поэтому надо спрещать батюшка несколько насколько скверносо тяжкий грех ну скажем так большой или небольшой грех тут вообще риторический вопрос он грех сам по себе что такое грех это как духовная рана поэтому любая рана она болит ее нужно лечить поэтому конечно не вообще на эту тему я бы рекомендовал еще посмотреть фильм тайна воды там влияние слова на воду как на не саму состав h2 на структуру мне очень нравится этот документальный фильм вы увидите насколько вот именно в том числе сквернословия бранные слова очень пагубно разрушают структуру воды а мы в принципе состоим там сколько семьдесят процентов жидкости поэтому мы разрушаем сами себе этих при ком мы сквернословим всячески надо избегать тех людей которые сквернослой пошли они и себя и нас и физически духовно губят вообще бачкам аксессуары носить можно ну что значит писар часы я ношу к примеру если это можно назвать аксессуар но так мне как-то не особо я за себя могу ответить как бы можно нельзя носить смотря что вы вкладываете в плане в аксессуар разный бывает допустим зонт тоже можно назвать аксессуаром когда дочь идет поэтому можно нельзя носить все что нам не не повреждает для нашей души то и можно так друзья мы посмотрим ну вот почти полчаса ну что я вижу что кто-то еще пишет давайте я еще отвечу на тот вопрос который пишут и будем мы с вами завершать нашу встречу я искренне рад был пообщаться к сожалению я сегодня не от батюшки онлайн вышел в эфир ну я думаю технически это вопрос решится давайте еще несколько вопросов батюшка а каким переводом библии пользуется православная церковь но скажем так сегодня мы служим и читаем евангелие на церковнославянском языке для воскрешенной школы и там взрослой школы для какой-то более уточнение можно пользоваться русским синодальным переводом но в первую очередь во время службы это церковнославянский вообще церковнославянский очень красивый язык и гораздо более я бы сказал расширенный язык потому что одним словом можно объяснить целое предложение знаете в том числе как и сквернословом порой но тем не менее женщина можно пользоваться косметикой немного но принципе если это не вульгарно выглядит если это подчеркивает они как-то деградирует внешний облик женщина то немного можно допустим какой-то телесного цвета лак ногтям там чтобы это было аккуратненько чистенько чтобы допустим косметика на 5 не должно быть вульгарно не должно быть соблазнительно но если это все в меру то в принципе я не против главное чтобы это было благородно так вне храма обязательно ходи платки но если ну тут вообще нужно посмотреть его более я целый сюжет снял на ю тубе на своем канале православный канал боголюб или священник кальций мальцев на ю тубе найдите там за платок там целый сюжет я снял на основании святых отцов священного писания как бы там хорошо это описывается но есть где-то традиция есть где-то глубокое уважение к мужу поэтому тут если взять и в идеале то нужно носить а если ведь посмотрите мусульманок они допу хиджаба ходят хоть так хоть так это внутреннее религиозное их состояние поэтому заставить никто не может а вот относительно вашей совести конечно нужно отталкиваться вот ну и в храме это конечно обязательно момент это покорство любовь проявления к богу так какие предметы включает себя 7 нового это огромнейший перечень предметов поэтому тут в двух сразу не ответишь есть как духовные догматика священное писание ветхий новый завет так есть и светские какие-то православная психология философия информатика то есть там юриспреденция какие-то предметы то есть огромное количество огромнейшее тут даже не перечислишь поэтому тут надо целые отдельно выделять время так за первый ответ и всех батюшек во славу боже что церковь говорит о мусульманах из мьянмы которых там убивают я честно говоря ничего не могу ответить я не знаю что говорят мусульманах и я которых мусульман убивать жалко как людей я не знаю что за мьянмы поэтому не могу ответить на вопрос простите привет можно покреститься через ума нет еще такой такой виртуальной возможности нету слава тебе господи спасибо вам за ответ помолись пожалуйста за мою дочь по православию она крещена ангелина подкрепья господи вашу дочечку так ну что можно вопрос что такое что такое которым второго что что такое который не имеет второго я не понял вопрос не могу ответить нет цепочка не золотая это латунь покрытая ладно это уже вопросы как бы пошли таким полу нужные спасибо господи вас за уделенное время храни вас господь еще раз поздравляю с началом учебного года учащих и учащихся всех вам благ храни господь всего доброго